Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Камер фиксации нарушений ПДД на кировских дорогах будет больше Как сообщило региональное министерство информационных технологий и связи Одной из приоритетных задач станет увеличение числа комплексов, регистрирующих выезд на встречную полосу Также камеры появятся рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами Кстати, пешеходные камеры были установлены, к примеру, в Москве год назад Вскоре разразился скандал, работали они некорректно Многие водители понесли незаслуженное наказание Трасса 101 Федеральная трасса Кострома-Шарья-Киров-Перьми будет приведена в нормативное состояние до конца 2020 года Об этом сообщил глава федерального Минтранса Максим Соколов По его словам, сейчас магистраль отвечает ГОСТам только на 30% Ремонтировать ее чиновники собираются на деньги, собираемые в рамках системы Платон Ранее власти говорили о том, что все федеральные автотрассы станут идеальными до конца 2018 года Трасса 101 Федеральных чиновников, руководителей субъектов федерации, а также региональных столиц Надо лишить служебного транспорта Пусть передвигаются на личных автомобилях или арендованных С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров Если эту идею реализовать, говорит парламентарий, ежегодно удастся экономить от 4 до 5 миллиардов рублей К тому же власть имущие наконец-то узнают реальное состояние дорог Мерседес-Бенц G-класса нового поколения будет стоить у нас почти 9 миллионов рублей Минимум Гелендваген получил 8-цилиндровый бетурбированный двигатель объемом 4 литра и мощностью 422 лошадиные силы Коробка 9-ступенчатый автомат Разгон до сотни занимает 6 секунд Среди опций защита днища, пониженный ряд передач, пакет G-MOD, позволяющий регулировать настройки амортизаторов, элементов рулевого управления, коробки передач и отклик на педали акселератора Трасса 101 В России могут начаться продажи электромобилей китайской марки ZOTI Вскоре они станут доступны в Белоруссии Речь идет о компактном электрокаре, внешне напоминающем смарт и полноценном седане Первая оснащается 83-сильным мотором и литий-ионной батареей на 25 кВт-часов, запас хода 220 км У второго емкость батарейки побольше, как и число лошадиных сил, почти 130 По предварительным оценкам стоимость седана составит около 1 миллиона рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Продолжение следует...